С художником Сашей Окунем мы знакомы много лет и всегда восхищались его многогранностью и многоликостью. Талантливейший художник, блестящий преподаватель, обаятельнейший рассказчик и автор книг, ставших бестселлерами. Студенты-старшекурсники Высшего художественно-промышленного училища имени Мухины вышли на весенние этюды. После того, как я кончил Муху, я подал свои работы в молодежную секцию Союза художников. Все стали говорить, да, это хорошо, но вы же понимаете, что так нельзя. Это вот уникальная вещь. Пригласительный билет на выставку газа подлинник. Ну, первую выставку. Ну, он комформистов, да. Власти, они не любят, когда их обходят. Как-то в 4 часа меня забрали, и уже я решил, что арестовали, потому что посадили в КПЗ. А дальше я тогда сбежал. Уехал в Среднюю Азию, в Армению. Но вот тут стало ясно, что просто жизнь здесь кончилась. Просто она закончилась. И закончилась не потому, что арестуют и посадят, хотя есть такая возможность, а просто она пришла к концу. В то время путь в Израиль проходил через Вену. Да. И это, по всей видимости, был твой первый выезд за границу? Ну, естественно. Кто бы меня куда пускал. Реализовывались мифы. А то, о чем мы только слышали, знали, читали, но никогда этого не было. И рушились мифы. Потому что все-таки я уезжал с полным сознанием того, что вот, конечно, Запад – это бог-те-что, и то-то, и то-то, но вот у нас, у нас духовность и всякое такое. Вот с всем этим я тоже был напичкан. Первая трещина в этом появилась, когда я шел по Марии Хильфер, буквально в первый день, и налетел на столб, потому что я смотрел на витрины. Они были произведениями искусства. Ну, а потом Кунстисториша. Я знал, что лучше Эрмитажа музея нет. И, поди, оказалось, что Кунстисториша, ну, уж, по крайней мере, не хуже Эрмитажа. А может быть, чем-то и получше, потому что лучший Эрмитаж был продан в 20-х годах. И открывались совершенно новые имена. Так впервые я увидел в подлиннике несколько работ Караваджо. У нас же в Эрмитаже была только одна работа. А тут сразу несколько. И тут я заподозрил, что он все-таки великий художник. Да и прекрасная коллекция, и антики, и того, и сего. И не только этот музей. Тогда еще не было Леопольда, но была Альбертина. И Альбертина с ее фантастическими коллекциями, рисунками, и того, и сего. И немыслимые вещи. Но сейчас в Альбертине твои картины. Да, это довольно забавно. Довольно забавно, потому что, конечно, тогда я об этом помыслить не мог. Я еще и года не был в стране, это 80-й год, когда меня пригласили в театр «Хан». И говорит, но иврит с толком не умел, а не понимал, зачем меня пригласили. Я же приехал сюда с гармошкой. И в Меркас-Клита, ну там выпивали все, я на гармошке играл, всех веселил. Я пришел в театр «Хан», и они говорят, вот так и так мы ставим Ивана Чонкина, мировая премьера. Я говорю, а я при чем? Он говорит, а ты, говорит, единственный на Израиле гармонист. Потому как есть аккордеонисты, есть то, а вот гармония, у меня русская гармония 32-го года. А я говорю, ну вы знаете, вообще никогда ничего, ни мухам, ни рылым. Они говорят, а ты принеси, сыграй. Я принес, сыграл, говорит, ты принес. У меня три роли в спектакле. С красным знаменем по сцене бегал. Я там портрет Сталина нарисовал. И главное, что я попал, там тогда в «Хане» была вся верхушка израильского театра. Алиса Розен, Шапта и Канор. И таким образом я попал прямо, как на парашюте. У меня прямо в израильское общество, да еще и в какое. Дальше был такой персонаж Сеня Черток. Он работал на радио. И мы соседи по Меркадск-Лита. И дальше что-то я встречаю Сеню, говорю, Сеня, вы едете в город? У него уже машина была. Он говорит, да, я говорю, может с вами на трэмп? Он говорит, да. Саша, послушайте, нам нужен диктор на радио. Я говорю, ну хорошо, а я-то здесь при чем? Говорит, а вы попробуйте. Я говорю, а что это вдруг я буду пробовать? Говорит, у вас голос подходящий. Я говорю, да ладно. Слушайте, Саша, вы хотите поехать в город? И вот я вас беру при одном условии, вы попробуйте. Я попробовал, и меня взяли. И таким образом я отработал на радио много лет. И под конец у меня была вот своя передача. С Игорем вместе мы делали свою передачу. Это было безумно интересно. И мне нравилась эта работа. А я что-то красил. В Мерканской этаже сидел. Естественно, вроде работы хотелось показать. И вообще как, что мне объяснили, что... Смотри, вот есть галереи, а не топ-галереи, ты туда даже не суйся. А вот одна из таких топ-галерей была галерея Дебель. Там Пикассо продавался, бог тебе что, Пасхен, так сказать, с ума можно было сойти. Но у меня была очень неправильная завиральная идея, что нужно делать персональные выставки. Ну, как бы. Это от Советского Союза, потому что там же это было невозможно, а тут вроде можно и хотелось. Это потом я понял, что коллективная выставка, но с правильными людьми, тебя даст гораздо больше, чем персональная. Но тогда я этого не понимал. И я всюду ходил по каким-то галереям, показывал работу. Они говорили, ну хорошо, мы это готовы взять. Я говорю, а вот выставка, а кто тебя здесь знает? Ты, парень, сперва там типа докажи себя. Ну и я в результате пошел, позвонил в галерею Дебель. Здрасте, здрасте, вот так и сяк, я такой-сякой хочу показать работу. Она говорит, у меня на два года вперед все расписано. Я говорю, вы знаете, я говорю, я надеюсь, что я еще поживу годика-два. Так что, ну ладно, позвоните мне через две недели. Через две недели я опять позвонил. А ты знаешь определение зануды? Нет? Зануда или нудник на иврите. Это человек, мужик, с которым проще переспать, чем объяснить, что ты его не хочешь. Вот я, видимо, был из этой породы. Она мне говорит, позвоните через две недели. Я звоню. Она говорит, еще через две недели. Я опять звоню. Вот, конечно, она решила, проще мне, так сказать, она говорит, ну хорошо, принесите мне три работы. Ну и пришел, принес ей три работы. Она посмотрела, говорит, у вас еще есть работы? Я приеду посмотреть. Переехала, посмотрела, говорит, через два месяца выставку устроят. И так я попал в одну из лучших галереи Израиля. На первой выставке у меня не продалось ни одной работы. Но и в этом плюс работы с такой галереей мощной. Во-первых, была пресса. По-моему, после второй моей выставки время напечатали статью у дикохвалебную в Гаарец. Во-вторых, уже на второй выставке прямо на вернисаже было продано три или четыре работы. Дом художников сегодня, а когда-то главное здание Академии Бицалель. Субтитры создавал DimaTorzok